Вердикт есть? Денег нет. Несмотря на решение Конституционного суда вернуть все льготы ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, выплат до сих пор никто не видел. Эту проблему сегодня обсуждали в парламенте. Кто и почему игнорирует решение высшей инстанции, узнаем от Юлии Жешко. Пока парламентарии на каникулах коридора Верховной Рады не пустуют, сегодня с самого утра здесь собрались чернобыльцы и ветераны МВД по приглашению народных депутатов. Рабочее заседание собрал лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. К нему обратились представители общественных организаций нескольких областей. Вы знаете, как стыдно и обидно державой предпочено нам месяц на Житомирскую область на одного участника ликвидации аварии потерпело в месяц на медикаменты 6,72 гривен. Это знущение, которое никто не может терпеть. И это при том, что около 30 тысяч человек в Житомирской области онкобольные. Все это последствия чернобыльской аварии. Но государство еще в 2014 году решило самоустраниться от этих проблем, говорят оппозиционеры. Держава обязана отшкодить людям, которые потеряли здоровье, потеряли жизнь, отшкодить и обеспечить их гидное существование. И такая самая идеология у нас будет закладена в иск, который мы подали в Конституционный суд в лютем 2015 года. Потому что в грудне 2014 года парламент отменил одним махом все пильги. Представление в Конституционный суд подписали полсотни депутатов АТО по блока. И суд вынес вердикт. Иск удовлетворить. Однако решение до сих пор не привели в исполнение. В связи с этим Юрий Бойко обратился к президенту и премьер-министру. Мы направили в 10-дневный термин президент и премьер-министр обязаны ответить и нам, и заявникам на нашу адресу. Это житомирская организация. То есть, если мы не получим в 10-дневный термин решение, что будут отменены пильги, тогда буду просить вас, в основном, я знаю, что у вас насти такие есть, подавать в суд на кабинет министра, а мы будем сопровождать это. Ситуация настолько серьезная, говорят чернобыльцы, что люди отказываются работать на атомных станциях. Из-за нехватки кадров и тяжелых жизненных условий может назреть очередная катастрофа. В оппозиционном блоке разработали план действий. Это продолжить тиск на кабинет министров, на президента, от общественных организаций, областных, чтобы решение Конституционного суда, как записано в него, полностью вступило в силу. Я прошу вас провести нарады и собрания в всех районах, которые у вас там организации. А далее, если не будет толку, не будет изменений в бюджет, не будет решения уряду, готовьтесь, мы вас будем встречать на начале вересня с демонстрацией. Говорили также о пенсиях для военных и людей с инвалидностью. Этот вопрос, по словам присутствующих, один из главных. Конечно, льготы и пильги – это тоже очень важное вопрос. Недавно 6400 получали, даже 2000. То есть это не можно вырежать. До начала каникул в Раде оппозиционеры подготовили законопроект о возвращении украинцам льгот и начислении справедливых пенсий. Но рассматривать его не спешили. До голосования документ так и не дошел. Из-за бездействия законодателей люди уже на грани, уверены оппозиционеры. Это чисто иезуитство, потому что, ну, как можно прожить на 881 гривню? Купить лекарства, потому что они все хворые люди. Заплатить эти космические тарифы. Забеспечить себе нормальное существование. И поэтому люди обороны. И я считаю, что Конституционный суд, он не просто так принял решение, потому что это было какое-то политическое решение. Это было прямое порушение Конституции в 2014 году, когда у людей выбрали то, что держава должна им дать по закону, по Конституции. Поэтому я задоволен этим решением, но это начало бороться. В новый бюджет на наступный рік должны быть закладываться выплаты. И деньги на самом деле есть, уверен лидер оппозиционного блока. Нужно только направить средства на улучшение социальных стандартов. По словам нардепа, это первое, чем должен заняться парламент после каникул. Юлия Жешко и Вадим Сверидонов. Подробности в телеканал Интер.